Всем привет дорогие друзья, вы на канале Металик Дени и сегодня мы с вами рассмотрим мой метаотчет патча 11.6 в игре Гвинт. Мы разберем с вами лучшие колоды данного патча в тировой лестнице, где тир 1 это сильнейшие колоды патча, тир 2 это чуть слабее колоды патча и тир 3 еще послабее, но все еще играбельные и часто встречающиеся в ладере. Ссылки на все колоды будут в описании под роликом, также для удобства будет предоставлена гугл таблица, в гугл таблице будут ссылки на видео гайды для удобства, так как на большинство колодок я уже давно записал гайды и они есть на канале, поэтому переходите на гугл таблице, ищите по ссылочкам, по описаниям и все найдете. И если вам понравилась какая-то колода, не забудьте поставить ей лайк на сайте плейгвин, чтобы продвинуть и гайд в топы и ролик в топы, я ребят буду очень и очень признателен. Повторю, что метаотчет это всегда дело субъективное, я оставлял его по своему видению текущей меты и текущей ситуации в ладере, общаясь с опытными игроками и играя самостоятельно в проранге. Если вы не согласны с расстановкой какой-то колоды, то есть она должна быть выше или ниже, если вы не согласны с включением какой-то карты или если карты какой-то плена нет, то пишите об этом в комментарии, я обязательно почитаю, отвечу вам, подискутируем. Ну что ж, а мы приступаем уже к непосредственно самим колодам, повторюсь, что ссылки на все колоды есть в описании под роликом. Ну что ж, переходим к тировой лестнице, и тир 1 у нас открывает, конечно же, новый листик. Если вы наткнулись на этот ролик случайно, не видели, что происходит в ладере, давно не играли в гвинт, то да, листик теперь тир 1, из такого тир 4, тир 3 он попал в тир 1, из-за некоторых новых измененных механик и карт. И в первую очередь, это, конечно же, домик, который без какого-либо сетапа играет на 12-13 очков, ну без малейшего сетапа, это очень сильная карта, и я думаю, что на превью эта карта будет сейчас красоваться. По сути, колода отказалась от преданности, теперь здесь наибольшее количество нейтральных карт, которые переигрывают эти самые домики. И в коротком третьем раунде, если вы играете против контроля, или против колод, которые играют на заспаме, или на забафе, вы спокойно их перегоните, потому что у вас будет, ну, очень сильный ласт ход. Вы через симласа сыграете от 3 до 4 или 5 домиков, в зависимости от того, как вы нашли домики, смогли бы их замешать, переиграли через защитника, нашли через трис, стоят ли у вас на столе эльфийские прорицательницы и так далее. То есть, без какого-либо сетапа, домики и так сыграют очень жестко. А если вот и будет какой-то сетап, то он удвоит или утроит ваши статы. В общем, колода сильная, и уже, я думаю, топ-1 под нерв, потому что это невозможно играть. То есть, обычный игрок может они спокойно брать и выигрывать, а прикиньте, дать эту колоду киберспортсмену, профессионалу. Так он вообще безошибочный на этой колоде сыграет, и максимальные статы с нее получит. В общем, колода сильная, имеет и хорошую прокрутку, и хорошие статы в первом раунде, и в третьем раунде. С этой колодой лучше в короткий третий не идти. Переходим к следующей колоде, и следующая колода в тир-1, это порабощение. Порабощение чуть-чуть изменилось, и занимает тир-1 позиции. Это одна из лучших колод под контроль домиков. Наверное, лучше только дождь какой-нибудь будет. Колода переигрывает те же самые домики, не дает противнику их реализовать. Но иногда ей не хватает статов, чтобы обогнать. Но, опять-таки, она дает метки, она может переиграть домики. Здесь появилась Лидия. Лидии долгое время не было в этой колоде. Лидия зачастую играла в каких-нибудь, либо в каких-нибудь мидрейндж сборках, либо в ассимиляции. Теперь она появилась в тактиках. Есть несколько сборок. Кто-то играет, например, с Братенсом больше в ассимиляцию. Гайд выходил, например, с ассимиляцией. Я, например, в эту колоду смог вставить и ассимиляции немножко, и Вильгефорса хороший контроль, и Лидию, которая может и домики переиграть, и какие-то разные карты. Там против мадуков бомбы на удаление сыграет. Все, уничтожит мадука. В общем, гайд на эту колоду есть на канале. Если вы хотите подробно изучить эту колоду, то советую вам посмотреть гайдец. Но, если вкратце, то колода просто играет вашими картами. Переигрывая вас, Торос дает огромное количество разных меток. Тоже уже несколько сезонов планируется нерв Тороса, но как-то не происходит. Торос уж очень силен, особенно в первой форме. Купа у вас будет чуть ли не стопроцентная. Арта у Теранова всегда найдет хорошую карту, как можно переиграть оппонента. Ну, в общем, довольно-таки сильная-сильная колода. Но, опять-таки, то, что сейчас домики считаются самым страшным сном, кошмаром, злом, поэтому порабощение вернулось. Оно никуда не уходило, в принципе. Но теперь порабощение не так агрессивно относится, потому что, ну, это одна из лучших колод под контроль этих самых домиков. И Тер-1 он закрывает еще одна колода на порабощении, но уже с лавком. А колода уже, который патч играет и показывает хороший уровень. Здесь порабощение будет равно уже пяти, не шести. Но этого вполне себе хватает для реализации нескольких комбинаций, которые тут есть. Относительно той колоды она более заходозависимая и более такая, ну, рандомная из-за лавка, нахождение в первом раунде Зантакарун, нахождение коней в нужном раунде. Но, опять-таки, у вас будет Ян Кальвейт. Он здесь будет с меньшей вероятностью у вас на топ-деке, так как у вас меньше карт-тактики. Поэтому вы можете его не найти в первом раунде, например. И это уже проблема. В колоде меняется каждый патч. И здесь, как я уже говорил, есть несколько комбинаций. Ну, одна из самых таких ключевых и жестких комбинаций в коротком третьем раунде, допустим, это Мильтон, Сангриаль и Лжецири. Гайд на эту колоду есть. Если вы не знаете, как работает эта комбинация, то советую посмотреть гайдец. Также лавк, он может играться как и рандомно, так и под Зантаком Рун менее рандомно. Но большинство способностей лавка, конечно же, рандомные. Там уничтожить случайный вражеский отряд, переместить случайный отряд. То есть достаточно рандомная карта, которая, ну, может перевернуть ход игры. Поэтому колода, так скажем, китайская имба. Не так давно она появилась в Ладре. То есть, может сезона 3 назад колоду стали пикать в турниры разные китайские игроки. А уже наши, так сказать, подхватили ее и, так скажем, популяризировали ее. Поэтому колода, в принципе, неплохая и показывает хороший результат. А, и тир полтора у нас открывает лавк Эрланд, который, опять-таки, никак не изменился с предыдущего сезона. Все еще на эту колоду также жалуются, как и на листик сейчас. Но колода продолжает играть, и играет довольно-таки неплохо. Имеет огромное количество хороших матчапов, положительных. Наверное, самый худший матчап это гармония с Ширу. Потому что там можно как-то пройти, попытаться лавка. И, в принципе, там и своих статов много, и Яды, и вот этот Симлас, и Ширу. То есть, Эрландом можно каким-то образом убить, отыграть от него крайне сложно. Поэтому колода сильна. Повторюсь, что у нее очень много хороших матчапов. И нахождение карты 100% если мы говорим про фракционные карты. Это генератор, это храм. То есть, эти карты вы Эрландом, эти карты вы 100% найдете. И уже будет решаться, найдете ли вы лавка, радею и всякие, например, нейтральные карты. Но даже для этого у вас есть карта Посланница и Афирец. Который может заменить карту с картой оппонента. Как говорится, альтернативный Винкон Афирец. В общем, колода достаточно хайрольная. Она, наверное, более хайрольная, чем порабощение с лавком. Так как тут нету Яна Кальвейта, который вам всю голду засетапит на верхдеке. И здесь храм Милителя, который рандомные карты вам дает. И достаточно сильные карты. В общем, гайд на эту колоду также выходил несколько патчей назад. И ждем нерфа. Ждем нерфа этой колоды. Далее, тир полтора у нас также занимает гармония с Широ. Колода никак не изменилась с прошлого патча. Лишь только я видел некоторые изменения. Кто-то опять убирает Симласа и кладет Ируквакса. Так как сейчас у нас играют домики. А у домиков одна из ключевых карт это Симлас. Выкрутить Ирукваксом Симласа довольно-таки неплохо. Ну а так... Ну, Эрландо еще можно выкрутить, да? Ну а так, я все-таки считаю, что Симлас более стабильный, более положительный персонаж. Поэтому все-таки я лично продолжаю играть с Симласом. Спокойно играю лично я на этой колоде, не на домиках. Но опять-таки из-за того, что домики у нас более тировые, более метовые, все переходят на домики. Эта колода, конечно же, немножко потеряла актуальность. Но опять-таки я надеюсь, что домики хоть как-то, но понерфят хотя бы по провизии. Поэтому эта колода спокойно взнимает тир полтора. И, конечно же, имеет огромное количество положительных матчапов. И статы, и контроль, и Ширу, который может перевернуть ход сражений. В общем, довольно-таки сильная колода, на которую гайд также есть. Переходим к тир 2 колодам. И тир 2 лично у меня открывает Завещание. Я немножко поменялся Завещание раньше. Здесь вместо Фолианта Чародея была Абая. Но Фолиан Чародея довольно-таки неплохой. Когда вы играете на синем монете, у вас есть урна теней. И вам очень хочется сыграть именно вот эту комбинацию с Дагоном и Кухаркой. Дагон в первой стадии очень неплох. Он дает огромное количество меток, которые вам дадут плюс 2. Когда вы будете есть отряд с Завещанием. И во втором или в третьем раунде призовет еще одного Дагона на 8. То есть сам по себе Дагон сходит на 25-30 очков в первой форме. Это довольно-таки неплохо. Плюс, как бы, ну его, конечно же, белка может съесть, очевидно. Но, в любом случае, он уже даст метки, которые там вам хотя бы плюс сыграют. То же самое с Кухаркой. Она выкручивает хорошие карты. Вы их сразу едите и прокручиваетесь. Их хорошие статы и так далее. Поэтому, если вы не находите одну из этих карт или обе карты, то Фолиан довольно-таки неплохой для первого раунда. Лично я поставил его, потому что Абаю зачастую хочется смулиганить. Вы играете против Нильфгарда, где очень много контроля. Против каких-нибудь Белок, которые тоже имеют неплохой контроль. И вам сложно реализовать Абаю. Например, Королеву. Да, она может сыграть на огромные статы, но зачастую вам даже есть это нечем. Поэтому лично я играю с Фолиантом. А так, колода ничем не изменилась. Я думаю, такие сборки вы видите часто в ладере. И колода довольно-таки стабильная, уверенная, сильная. Зависит, конечно, очень много от захода. Но, опять-таки, повторюсь, я поставил Фолиант. Много тут есть и альтернативных Винконов. Это, например, игра с Сукубами. Вам там, например, забрали Детлофа. Там, закаратили Королеву. У вас всегда суются Сукубы, которые неплохо могут сыграть каждый раунд. В коротком втором или третьем раунде под Адреналином они постоянно будут выпрыгивать. Вы их постоянно будете есть. Много тут Кориовера. Это Жабы. Это, повторюсь, Дагон. Это прокрутка в виде Кухарки. Прокачанный Арандит. Кориовера тут дофига. То есть, у вас всегда будет плюс статы и Арандит будет качаться. Идем далее. И в Тир-2 также входит Вальблот. На мой взгляд, это одна из сильнейших колодов Скельге. Я думаю, что не все будут согласны с этим. Но, лично, я не могу найти прям каких-то определенно плохих матчапов. Наверное, Нильфгарт на порабощении лично для меня. Но прям вот каких-то 100% плохих матчапов я лично не нахожу. Может быть, Рыцари на синем монете. Но Рыцари не так часто играются. Рубайлов эта колода проходит. Каким-нибудь Лавков вполне себе тоже. В общем, колода довольно-таки сильная. И имеет, конечно же, много ключевых карт, на которых строится вся колода. Это Вальблот, это Мелизина, это Кнут с Сигвальдом. То есть, довольно-таки много тут разных комбинаций, которые и вместе играют, и отдельно играют. Которых можно перезывать, переигрывать и так далее. Конечно же, самые страшные карты для этой колоды. Это какая-нибудь Белка. Какой-нибудь Людый Медведь с... Не знаю, Компаса. Каратки. То есть, все удаления. Потому что, если вы не сможете призвать карту вновь, то для вас это достаточно плачевно. Но, опять-таки, колода разгоняется хорошо. Она имеет и хороший контроль. С Кнутом, например. Или с Мелизиной Дождь. Или со Свальблодом. Плюс хорошие статы с тем же Кнутом. Или тем же Свальблодом. Или той же Мелизиной, которую вы призываете. Которая довольно-таки неплохо раскачалась. Гайд на эту колоду есть. Поэтому, если вам она интересна, то советую глянуть. Но, опять-таки, колода не совсем подходит для новичков. Потому что сложноватая она. То есть, здесь достаточно... Ну, надо знать, на чем играет оппонент. И отыгрывать от этого. Отыгрывать. А следующая колода в Тир 2. Это Секта. Или же Культисты. В прошлом метаотчете я ее положил достаточно низко. Она у меня занимала Тир 2,5 позиции. Возможно, это было не совсем справедливо. Но, лично, я считаю, что про эту колоду желательно вообще не говорить. Умалчивать. Потому что колода достаточно сильная. И достаточно токсичная. Я не думаю, что нужно как-то много рассказывать про эту колоду. Но колода просто сильная за счет сценария. Которого можно активировать сразу лидеркой. Пруклиц Фиток дает вам 100% нахождение карт. Тот же сценарий, например. Если вы хотите забрать раунд. Колоду можно играть по-разному. Можно играть ей как набегами. Поставить двух Дьякона Фечного Затмения. И там уйти во второй раунд. В втором раунде отдать уже сценарий. Планет вас, очевидно, не догонит, не обгонит. И там в третьем раунде у вас будут карты, которые будут иметь разные настои. То есть, отыгрывать на этой колоде можно по-разному. Я не очень хорошо в этой колоде разбираюсь. Но знаю только то, что она довольно-таки сильная. Если вы играете на неподходящие Деки, то вам пройти будет нереально. На завещаниях нереально. На рыцарях реально. Только с некоторыми там определенными картами. Некоторыми определенными колодами под них. Рубалом тоже примерно нереально. То есть, под нее надо реально подбирать специальные матчапы. В общем, колода 50 на 50. Либо она прям в нулину проходит всех, либо вообще проигрывает. Контроль ее, например, проходит. Какие-нибудь набеги, какие-нибудь порабощения. То есть, вот такие колоды, которые имеют огромное количество контроля в отряде противника. Вполне могут ее пройти. Ну, а так, эта колода страшный сон для добряков, которые играют в свой стол. Следующая колода это рыцари, которых я уже упоминал. Рыцари никак не изменились с предыдущего патча. Я играю на такой сборке. И вам советую. Гайд на эту колоду выходил. Спокойно, каждый сезон они берут 2 500. В этом сезоне, кстати, я не особо топлю. Пока что мне как-то пофиг. Но колода довольно-таки сильна. И имеет огромнейшее количество хороших матчапов. Тем более, с уходом баунти. Очень мало сейчас играют охотников за колдуньями. В колоде стало еще проще. И, наверное, самый, наверное, грозный противник это порабощения. Культисты. И, наверное, какой-нибудь... Ну, Листик. Листик. Помню, сражался с Листиком. И чуть-чуть было бы не проиграл. Листик довольно-таки неплохо играет по темпу. Но если рыцарям нужен большой сетап, это сценарии, это щиты девы, это много настоев разных, то Листику сетапы не нужны. И лично я Листик выигрывал всегда. Но такое ощущение, что скоро найдется киберспортсмен, который сможет обогнать по сетапам рыцарей. Но пока что колода показывает себя так же хорошо, как и раньше. Далее у нас Рубайлы. Лично у меня вот такая вот сборка. Это еще с предыдущего сезона или даже предыдущего сезона. Если не ошибаюсь, то это колода вообще Кирпетена была. Возможно, немножко переделанная моя сборка. Я там как-то Миамоновскую колоду переделывал. Там добавил какие-то карты Кирпетена. И, в общем, получился вот такой вот монстр. Но вполне себе играбельный монстр. Храм дает вам хорошие карты. Принц Анси у вас будет раскачанный. Хороший контроль. Каратка. Много здесь карт мест, которые дают вам Криовер. Много прокрутки. Небелин. Почти сейчас в каждой колоде Рубайлов он играет. Довольно-таки он неплох. Опять-таки от Дикой Охоты отыгрывает, который перемещает. От Белочек на перемещение отыгрывает, который перемещает. Небелин довольно-таки неплох. Повозка. Делать вам сетап на следующие раунды. Чтоб у вас сразу было 2-3 Рубалоида через лидера. Короче, колода тоже достаточно токсичная. Гайд на нее есть на канале. Я им не горжусь, но очень сильно просили. Еще там сезона 2 назад сделал. Рубайлы никак не меняются. Их тоже недолюбливают и тоже просят их как-то понерфить. Не такая страшная колода. Опять-таки, если у вас есть минимальный контроль, то вполне себе проходимо. А если вы играете на Нильфгарде, то всегда проходимо. Следующая колода это Мороз, которого я тоже только что упоминал. У нас такие прям интересные ссылки идут на следующие колоды. Ничего не могу сказать про Мороз. Колода вот именно вот такая вот сборка, которую вы видите на экране. Играет уже, наверное, сезон 5. Никаких изменений нет. Ни нерфа, ни бафа. Вообще ничего не происходит с Дикой Охотой. Но спокойно занимает тир 2 позиции. В этом сезоне, я думал, может ее в тир 2,5 поместить. Но в турнирном формате колода показывает себя очень даже неплохо. Ее не так часто можно встретить в ладере. Но в турнире, повторюсь, колода неплоха. Она имеет и хорошие статы себя в свой стол, и неплохой контроль. Пассивный контроль в виде Мороза. И, конечно же, заходозависимая колода. То есть, вам желательно не иметь сверхзолотую руку, сверхбронзовую руку. То есть, вам нужно находить карты в нужное время, в нужном месте. Там, если вы, например, хотите задушить оппонента, то вам надо иметь двух туманников. Финишер это ваш гарантир. Прокрутку. То есть, желательно находить все карты в этой колоде в нужном раунде. Опять-таки, неплохие аристократки, которые эту колоду, по сути, и бафнули. Вместе с Тирнолия. Потому что это хороший такой пассивный генератор, так скажем, Мороза. Который добавляет плюс Мороз. И довольно-таки неплохо бафают эту колоду. В общем, мне сказать, особо нечего. Хорошая колода. Чуть ниже у нас Органика Идр. Реже стал появляться этот Детеныш Идарана. Но все так же встречается и довольно-таки неплохо себя показывает. Колода имеет огромное количество прокрутки и огромное количество разных винконов. То есть, главная тут комбинация это заспам Детенышей Идарана. Их можно крафтить через Королеву Главоглаза. Вставить их под Защитников. Защитников можно перекрафтить. И все это поднимается и играется по кругу. Колода сильна, но проигрывает таким колодам, как Порабощение. То есть, колода с огромным количеством контроля. По сути, эта колода считается абузом, так как строится на одной-двух картах. И абуз колоды, естественно, проходит контроль. Контроль сейчас плюс-минус в мете. Поэтому, конечно же, колода чувствует себя не очень комфортно. Но против Добрятских колод, ну, она показывает себя неплохо. Опять-таки, большие статы и контроль благодаря Кикимора Ловчих. Гайд на эту колоду также есть на канале. Если вы не знаете, что это за колода, то ознакомьтесь. Также в Тир-2 у нас входит Рен при Звере. Подписи новые. Я немножко изменил эту колоду. Изначально я хотел попробовать добавить карту Сэр Куан. Но, к сожалению, против каких-нибудь контрольных дек или деки, которые как-то уничтожают ваши отряды, но контрольных дек. Сэр Куан не всегда себя хорошо показывает. Для дамага, то есть эта карта была изменена. Но для дамага у вас все равно есть Геральт Игни, который довольно-таки неплох. Он очень вариативен, проходит карты с неузвимостью. Это Лавк Эрланд, это, например, Совия. То есть эта карта более вариативна и почти всегда он у вас сыграет. Да, он не животное, но Ведьмак, в принципе, здесь неплох. Я сюда вместил также Агуару, видел сборочки, люди играют с Акселем. Но лично я все-таки за блок. Я все-таки за блок, блок мне больше здесь нравится. Стая Волкова была изменена и немножко прокачана. То есть эта карта уже там в одном экземпляре лежала в колоде. Теперь она лежит уже в двух экземплярах. Она теперь усиливает себя на одну единицу за каждый дружеский отряд в этом ряду. И карта играет на 9 за 4 провизии. Довольно-таки неплохо. Опять-таки по 3 минимум тут синергии. Но под заспам тех же чаек, чем больше отрядов под нашу фламиннику, тем лучше. В общем, такая вот колода. Немножко строится на дожде. Много строится на прокрутке. Довольно-таки заходозависимая. Много бриков, но довольно-таки сильна. Наверное, сейчас одна из сильнейших дек на ренфри, кстати говоря. Следующая колода, это колода на дожде. А гайд выходил вот-вот совсем недавно. Колода получила некоторые новые карты. И опять-таки, так как у нас бафнули листик, эта колода заиграла новыми красками. Потому что эта колода чуть ли не топ-1 по контролю того самого листика. Потому что здесь минусуется весь стол и минимум контроль его оппонента. Вы будете ставить морских посланников. Будете делать как можно больше дождя. У вас тут появились проливные дожди. Которые вы можете призвать через шторм. Шторм новая измененная карта. А теперь она играет все копии карта. В данном случае проливного дождя. Вы много-много делаете дождя. Жезлбурь, ведромакар и мелюзина. То есть у вас будет огромное количество дождя. Через обряд или фукусию вы призываете риагана. Риаган делает минус стол. У вас качаются морские посланники. И здесь фун прокрутка. То есть колода играет примерно как накер. Если вы помните, то примерно вот в такой вариации с компасом игрался накер. Компас сделали провизии больше. Накер сборка перестала играть. Но эта сборка играет, так как появилась, повторюсь, шторм. Который призывает все ваши карты. И здесь вы каждый раунд на синей монете или на красной монете в третьем раунде будете иметь в колоде две карты. Компас у вас в любом случае сыграет. И вы прокручиваете здесь на 100%. Потом с компаса вы можете здесь призвать и кракена. И как этого деда всегда забываю. Фульмар, по-моему, да? Фульмар. Да, можете призвать фульмара. Не вижу это. Вот он, фульмар. То есть призвать карты по вашему, так скажем, указанию. Нужен тир, призовете тира. Нужен хим, призовете хима. Хим, по-моему, 7, да? Провизии. В общем, все зависит от оппонента, от ситуации на столе. Гайд на эту колоду был. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с этой колодой, то ознакомливайтесь. А следующая колода, также в тир 2, это набеги. Если я не ошибаюсь, то в прошлом патче я набеги в тир 2,5 записывал. Но сейчас они стабильны, тир 2. Опять-таки, когда у нас начинается играть какой-то абуз. Или больше колод на свой стол. То приходят контрольные дечки и начинают чувствовать себя более-менее хорошо. То же самое вот с набегами. Набеги чувствуют себя неплохо. Так имеют в третьем или втором долгом раунде. И хорошие статы в свой стол. И хороший контроль в стол оппонента. Опять-таки, у вас стоит тир. Вы бьете отряды, призываете свои отряды. У оппонента минимум контроля тир. Либо будет жить, либо контроль полетит только в тир. И почти все остальные карты у вас будут жить. У вас будет неплохой контроль на стол оппонента. И хорошие статы в свой стол. В общем, хорошая контрольная колода, которая довольно-таки неплохо показывает себя в этом сезоне. И последняя колода в тир. А-2 это Дед Григорий. В прошлом сезоне я, по-моему, не включал эту колоду в тировую лестницу. А в этом сезоне решил включить. Накер палка и Девоушн палка немножечко уже выходят из меты. Перестают на них играть. И переходят уже на Деда Григория. Колода с минимальной прокруткой. То есть тут прокрутки вообще реально ноль. Тут прокрутка это отлучение. И Сигеровин. Но можно ли назвать Сигеровина прокруткой? Раз он зачастую будет играться в долгом третьем раунде. Спорно. То есть тут почти нет прокрутки. И почти вся карта находится с божьей помощью. У вас очень хорошая бронза, которая позволяет вам довольно-таки неплохо забирать первые раунды. Неплохой контроль через яды. Это два уличных наркоторговца. Фичтахи. И ушлые торгаши, которые тоже могут ральнуть какой-нибудь ядик. А бур. Не во всех, да, как я видел, бур. Но у меня лично он играет неплохо. Здесь нормальное количество карт преступлений. Поэтому вы его перезаряжаете. Имеете монеты. Ну и конечно контроль в виде Морельзия и ублюдка младшего. Довольно-таки неплохо. Лично ягсти на этой колоде довольно-таки много раз проходил листик. Поэтому советую вам поиграть на этой колоде. Если вам надоело мета. Или надоели какие-то, знаете, уже старенькие колоды. Тот же. Если вам нечем поиграть на синдикате. То эта колода вообще для вас самая топовая будет. Я думаю вам понравится. Гайд на нее также есть на канале. В прошлом сезоне я его выпустил в конце сезона. И довольно-таки неплохо от колода прижилась и в этом патче. Переходим к тир 2.5. И открывает у нас накер палка с конями. Колода стала ощущать себя намного хуже. Причем когда ее понерфили. Она еще спокойно-таки играла. Была в тир 2. Но сейчас она уже переходит в тир 2.5. Очень заходозависимая. То есть вам надо обязательно найти накера. Обязательно найти коней. Сделать все это намного сложнее. Банк давал вам огромнейшее преимущество находить нужные карты. Того же накера. Теперь если у вас нету одного из коней. Нету накера. То вы будете выбирать что ставить на топ деку. Королем рыбаком. Король рыбак здесь тоже прижился. То есть кто-то играл с макси. Кто-то играл с фолиантом. Но король рыбак тут уже стопроцентный. А потому что он сетапит одну из карт. Либо коня на топ деку. Либо накера. Повторю что колода заходозависимая. И вам нужно иметь сразу все и вся. Но сейчас в текущий ладер преобразовался. Тот же листик. Который имеет огромные поинты. Те же всякие колоды на контроле. Набеги. Порабощение. Проходить достаточно тяжело. На этой колоде теперь. Но если вы ловкий и находчивый. То вполне себе можете попробовать поиграть на этой колоде. Может в этом сезоне вам получится обыграть какие-то метовые дочки. Также в тир 2.5 я включил обычное Devotion Bounty. Ну как Devotion. Здесь есть каратка. Я часто говорю вместо каратки. Ребят вы можете спокойно поставить ублюдка младшего. Но лично в моих матчапах которые я встречал. Которые я играл. Каратка пригождается много чаще. Против тех же колод со сценарием. Колода чуть-чуть. Лично я считаю что она чуть-чуть лучше. Так как здесь есть банк. Который может все что угодно застать. Ту же каратку. И конечно же бабка. Бабка Октавия Гайл. Которая добирает сыновей. Вы можете самулиганить какую-то бронзу. Две карты бронзовые. И добрать две золотые карты. Довольно таки неплохо. Плюс она является движком. Спендером. Который может платить. И вы будете тратить деньги. Имеет наверное чуть меньшую вариативность. Как тот же Накер. Но большее нахождение карт. Больше нахождение карт. То есть она более стабильная. Но опять таки потихонечку уже от баунти отказываются. И переходит на Деда Григория. Также в тир 2.5 я отнес колоду на двойном мадуке. Которую я избегал. Но в этом сезоне я решил ее включить. Здесь также появилась карта Лидия. Которая может и переиграть какую-нибудь бомбу. И переиграть какой-то спелл интересный. Что-то наролять. Что-то найти. И довольно таки неплохо расправиться с оппонентом. Колода имеет огромное количество контроля. Это бомбы. Это мадуки. Это друганы. И хорошую прокрутку. То есть зачастую колода выкручивается до. В третьем раунде может остаться в колоде 1 или 2 карты. 3 может карты. Вы почти все тут находите. У вас прокручивают вашу колоду подрывники. Ну и конечно же мадук тоже выпрыгивает с колоды. То есть вы тут реально довольно таки быстро прокручиваетесь. А с гарнизона вы можете сыграть как и какого-нибудь солдата. По типу наузики или другана. Так и подрывника. Обилка имперское построение. Чтобы те самые подрывники имели больше статов. Больше брони. Подрывники пассивника. Еще по урону растают. Когда вы играете бомбы. А бомб тут как можно заметить довольно таки много. Есть разные сборки. Меняются бомбы. Меняются какие-то такие вот. Вот эти картонки. Например кладет Вильгепортса. Я решил положить Йеннифер. И Лидию. Причем Йеннифер здесь неплоха. Так как вы можете забрать какую-то определенную карту противника. Сыграть подрывника. И взять эту карту противника. Если она была хорошенькая. Вот такая вот колода. И закрывают у нас тир 2,5 ренфри солдаты. Колода играет уже наверное не знаю. Патч 10 может. Немножко меняется под мету. Но суть остается такой же. Теперь часто здесь стал играться Хавьер. Потому что повторюсь. Элистик. Некоторые колоды которые играются с бросом. Это Идр. Это Мадуки. И разные другие колоды. Например с эхо картами. Хавьер в принципе неплох. Чем больше удалите карту оппонента. Тем лучше. Траггер. Альтернативный Винкон. Который может коммунизить. Уничтожить какую-то хорошую карту оппонента. Это может быть Симлас. Это может быть Эрланд. Это самые лучшие варианты. Но вместо него я видел. Кладут иногда Вивиену. Вивиена может сыграть намного меньше. Намного хуже. Но более стабильная. Но ребят. Траггер. Все таки колода такая достаточно мерзковатая. Траггер на тут самое место. А то же самое с Вильгефордсом. Вы можете подсмотреть Траггерном. Подсмотреть через разведчика. Захавать Траггерном. Захавать Вильгефордсом. И выкрутить нужные карты оппонента. Все остальное играется. Как обычное Ренфри. Вы ставите карты в один рядок. И бафаете их через Трис. Здесь также появился Геральт Игни. Видел сборки. Ставил кто-то Винсента. Ставили Ивара. Ставили Лео Бонарта. Я решил что в этом сезоне. Все таки Геральт Игни. Более вариативен и чаще используется. И решил поставить и оставить его. Довольно таки сильная колода. Которая уже требует. Не знаю. Наверное какого-то реворка. Потому что она уже. Немножко устаревает. Скоро от нее вообще будет отказываться. Несмотря на то что она стабильная. Она плюс-минус уже старенькая. Переходим к Тир 3 колодам. И Тир колоды у нас открывают Ренфри вампиры. Колода заиграла новыми красками. Гайд на эту колоду был не так давно. Колода поимела. Поимела. Появился у колоды новый финишер. В виде Морвуда. Морвуд играет примерно как бюджетный Регис. Местами он чуть слабее. Местами он чуть сильнее. Чем он сильнее? Сильнее он тем что он в отличие от Региса. Качается всегда. Сильнее он тем что качается всегда. То есть если Регису нужно всегда иметь кровоток. Чтобы у противника был кровоток. То Морвуду этот кровоток не нужен. Он всегда будет качаться. Чем он слабее чем Регис? Регис истощает оппонента на 3. То есть он бьет на 3. И дает себе 3. То есть на 6 играет сильнее Но и на провизию стоит дороже В общем, решать, кто из них сильнее, кто из них слабее Я думаю, стоит вам Но в любом случае, эти две карты появились в этой дэчке Рэмфри теперь заиграл новыми красками Опять-таки, вы будете тут ролять усиление Вот, при кальчике 4-го года Усиление дружеского отряда на 2 И тем самым, вы можете прокачать как Морвуда, так и Региса И у вас в любом случае останется какой-то биг-отряд Который противники сможет законтрить По сути колода, как была, так и осталась Здесь чуть меньше прокрутки стало Хотя, лично я уместил сюда прокрутку Но, опять-таки, на ваше усмотрение Можете попробовать поставить сюда Какие-нибудь контроли по типу Дорига Рая Блокировки, или какие-нибудь очистки В общем, на ваше усмотрение Лично я играю на такой сборке И гайд на эту колоду есть на канале Еще одна колода чудовища, но уже Рэмфри Реликты Повторюсь, что гайд и на эту колоду тоже есть на канале Реликты получили хороший финишер И это тоже Морвуд, который пассивно будет качаться Как и с вампирами Рэмфри Вы будете стараться находить проклятие чревоугодие Будете стараться забрать первый раунд Отдать второй раунд И в третьем раунде раскачать Морвуда Такой хороший финишер на 40 плюс очков под Рэмфри Довольно-таки неплохо Здесь вы уже можете не найти какую-то определенную карту Но вам это и особо и не нужно Зачастую у вас и бронза будет хорошо играть под Трис И как бы Рэмфри бафнет Морвуда Либо вы просто прокрутитесь неплохо В общем, сильная колода Которая довольно-таки хорошо себя чувствует в Латре Еще одна колода в Тир 3 Это Мидрэндж Белочки В прошлом сезоне я также оставлял именно эту колоду В Тир 3 И также оставляю эту колоду в Тир 3 Колода жесткая, но очень заходозависимая На синем монете, если вы нашли сценарий Если вы нашли Ванадайна То вам довольно-таки неплохо Потом вам надо не забрикаться У вас много бриков Это западни Это дриады стражницы После этого у вас все будет хорошо Если вы не забрикаетесь Найдете все карты И в коротком 3 раунде Тот же Симлас С огромным количеством западней С Харальд Гордом Который сыграет на 15 очков За 7 провизии Довольно-таки неплохо колода себя ощущает Имеет много контроля Каратка, ритуал Вот, меч из Тескамутна В общем, колода довольно-таки Ильна Но в хороших, конечно же, руках Руках человека, который все здесь находит Особенно на первом раунде И последняя колода за сегодня Это Драконный Медрэдж Все смеялись Все угорали над этой колодой А колода в итоге как бы Утрамбовалась в мете И спокойно себя ощущает В общем, колода неплоха Играет примерно похожим образом Как колода, которую только что Мы смотрели с вами Но немножко по-другому То есть здесь не так много статов себя Как больше статов дамага Контроля в оппонента Тут также играет Симлас Также играет Ванадайн Но вместо карт по типу сценария И эльфов различных Здесь у нас Драконы Драконы уничтожают вражеские отряды Вильян Третенмерт Вы можете попытаться С вашей лидеркой С вашим разным контролем Сделать отряды оппонента Одинаковой силы И какие-нибудь добрые дети Которые не могут контрить оппонента Не могут себя как-то перебафать Бафнуть Просто такие Смотрят от Вильян Третенмерта И просто ничего не могут сделать Против дракона И приходится ловить Ловить контроль Такой лютый Также играет здесь меч А также тут много драконов Также садские Много западней Которые вы можете переиграть Через Алису Призывать через Симласа Подсетапить все Под Вильян Третенмерта Который уничтожит все карты У вас самые сильнейшие карты Это как раз таки Драконы А драконы сами себя Не уничтожают Хороший финишер В виде сэсэси с пламя Ну и в принципе Все Повторю что Опять таки Захода зависимая Но здесь больше прокрутки Здесь есть и указ И анейра Так что найти ванатайна Я думаю вам не составит Какого-то жесткого Важного Труда На этом все Пишите свое мнение О текущем Метаотчете В комментарии Пишите свое мнение О текущем патче В комментарии Я почитаю И отвечу вам Возможно какую-то колоду Я упустил Или что-то не так понял Но лично мне Не особо нравится Данный сезон Потому что Появилось несколько Обузных колод Которые конечно же Хочется убрать Из жизни Хочется чтобы Это скорее закончилось И получается В следующем сезоне Уже ждем новые карты И надеюсь что Мета поменяется Ждем новые колоды Новые механики Ну и получается Новых гайдов Вы были на канале Мателик Дени Всем спасибо за просмотр Увидимся в новых гайдах И в новых стримах Пока